23 июня в Адыгее для журналистов из регионов был организован пресс-тур. Эта форма общения власти с журналистами организуется уже в девятый раз. В этом году в нем приняли участие более 50 представителей федеральных, республиканских и муниципальных СМИ из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и Адыгеи. Своеобразный журналистский форум нацелен на формирование положительного имиджа региона, укрепление национальных связей и обмен мнениями по ключевым вопросам межрегионального сотрудничества. Утром участников пресс-тура принял временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов. Встречи с журналистами в представленном формате стали традиционными. В связи с тем, что у нас проходят в республике Адыгея в Кресту, основной целью которого является формирование положительного имиджа и продвижения френдов в республике Адыгея. Эта работа невозможна без участия журналистов, именно поэтому республика выстраивает деловые отношения с федеральными и региональными следствиями массовой информации, готовая к выстраиванию конструктивного диалога с журналистским сообществом. В настоящее время одной из первостепенных задач органов государственного власти и республики является формирование положительного имиджа и продвижения френдов. «Все, чтобы системно формировать понятную инвестиционную политику. Для этого на базе органов власти создается проектный офис, который будет от начала и до конца отвечать за реализацию инвестпроектов», сказал Мурат Кумпилов. Временно исполняющий обязанности главы республики отдельно отметил, что на недавнем Петербургском международном экономическом форуме Адыгея подписала ряд соглашений. Они касаются интересных и важных проектов в области развития лесного хозяйства и целлюлозно-бумажной промышленности. В начале текущего месяца в рамках участия делегации республики в Петербургском международном экономическом форуме нами были подписаны ряд важных соглашений о сотрудничестве в различных областях. Для нас тоже это первый раз в все годы, потому что мы перед Петербургском международном форуме никогда не подписывали соглашения. Очень важное соглашение, которое мы подписали с СССРК групп, дали реконструкция Гарпантары и вложение около 10 миллиардов рублей, что дает нам возможность увеличить прогнозируемое увеличение объемов производства в три раза. Это важно, и мы этот проект будем поддерживать с мисквалитетом с города Майкорда. Мы искренне надеемся, что реализация соглашения в полной мере будет способствовать созданию благоприятных условий для эффективной реализации инвестиционного потенциала республики Абития. В ходе общения с журналистами Мурат Кумпилов прокомментировал в шаге руководства республики по созданию инфраструктуры будущего индустриального парка вблизи поселка Яблановский. Соответствующую работу руководство республики ведет с Россетями и Газпромом. За этот период мы несколько раз встречались с Олегом Михайловичем Дорогеным, это Россия, встречались с Дмитрием Николаевичем Козаком для того, чтобы решить вопрос по электричеству. И эта работа идет, она не останавливается. На прошлой неделе, где 10 назад я встречался с Алексеем Борисовичем Минировым, это по газу. Вчера руководитель Ижиевон Газа, Газпром Дурняков, Руслан Нарашубов только вернулся с Москвы. Там дальнейшая работа идет в этом направлении по тем вопросам, которые мы обсуждали с представителем управления Газпром. И мы все будем делать для того, чтобы расшить инфраструктурное ограничение, которое сегодня в республике есть. Поэтому мы в этом направлении двигаемся. В завершении встречи лучшим журналистам 2016 года были вручены премии главы АДГ в области журналистики. В номинации газетная публикация премии присуждена главному редактору газеты «Красное знамя» Степану Визняку за серию публикаций под рубрикой «Колонка редактора». В номинации телепрограмма премии отмечены работники ГТРК АДГ, ведущая программу «Мулят Емиш» и оператор Мадин Яхутль за документальный фильм «Человек эпохи». В течение двух дней участники пресс-тора приняли участие в семинаре, посвященном информационному противодействию терроризму и экстремизму. А также посетились ознакомительные экскурсии ЗАО «Молкомбинат Адыгейский», ЗАО «Волма», Национальный музей Республики Адыгея и Музей природы Кавказского биосферного заповедника в поселке Гузерибль.